Тюменская служба новостей 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 очистки источных вод. Такое мнение высказали эксперты во время большой конференции в Москве. Высоких результатов удалось добиться благодаря консессионному соглашению одному из самых крупных в стране. Например, в большинстве регионов России сети находятся в плачевном состоянии, в Тюмени наоборот. В областной столице 1700 километров труб, 65% которых уже заменили на новые. Две трети труб у нас полиэтиленовые. Как этого можно достичь? В чем результат деятельности? Ну, это обязательно. Обязательным условием это является, конечно, грамотное планирование и перекладка сетей. Без нее не обойтись. Действительно, ведь если сеть ветхая и старая, уже не надо латать дыры. Средняя зарплата тюменцев в конце года превысит 55 тысяч рублей. Цифры озвучили на заседании в правительстве региона. Губернатор Тюменского области, его заместители и главы районов подвели итоги работы в уходящем году. Отметили, что он был непростым и в чем-то рекордным. Татьяна Воротилова выслушала доклады. Этот гигант сегодня позволяет отказаться от импорта популярных полимеров. На запси пнефтехимии уже выпускают 56 марок, что сказывается на растущем индексе промышленного производства. Наибольшие темпы роста в обработке также отмечены в производстве. Лекарственных средств, прочей неметаллической минеральной продукции, электрического оборудования. Тем временем растет и экспорт, причем 92% приходится на несырьевые и неэнергетические товары. И это при том, что год запомнится засушливым летом. В непростых условиях животноводам удалось увеличить поголовье скота, а вот рыбоводы до сих пор думают, что делать. Хозяйственные субъекты фиксируют снижение уровня воды на 60, а то и более сантиметров к тому, что было годами ранее. Конечно, это очень существенно сказывается на перспективах. Тему воды чистой питьевой продолжил на заседании Вячеслав Вахрин. Доля населения, обеспеченная качественной водой в Тюменской области, составит 89,7%. В этом году построили магистральный водовод от Тюмени до Черевишева, от Черевишева до Анохина, проложили сети в Казарово. Новые насосные станции появились в Ямбаево и Кулаково, а на Вележанских очистных сооружениях завершилась большая реконструкция. О модернизации сегодня говорили и в здравоохранении. Это главная тема, особенно последних двух лет. Некоторые учреждения перешли на круглосуточную работу. Так, компьютерную диагностику для пациентов с коронавирусом сейчас делают в 10 центрах. А полторы тысячи коек в моногоспиталях на начало года увеличили к декабрю до 4 тысяч. Обеспечивался постоянный запас противовирусных и антибактериальных препаратов для лечения в стационарах. На данные цели было выделено в областном бюджете за два года более 1 миллиарда рублей. Сегодня Тюменская область занимает 10 место по рождаемости, а вот по миграционному приросту стоит на восьмом. То, что жить в регионе хорошо, показал недавний рейтинг агентства стратегических инициатив. Президент ставил себе задачу оценить усилия каждого региона по повышению благополучия граждан максимально объективно. В основе этого рейтинга мнение людей, которые подтверждают и объективные факты. Как вы знаете, Тюменская область заняла в рейтинге почетное второе место. Только материальная поддержка семьи с детьми в этом году увеличилась в 2,5 раза. Почти на 5% вырос оборот розничной торговли. Тюменцы не экономят, судя по статистике, на еде и вещах, а по объему платных услуг область занимает первое место в России. Татьяна Вратилова, Александр Сторожок, Тюменская служба новостей. В эти минуты на площади 400-летия Тюмени открывается резиденция Деда Мороза. Дети вместе с родителями уже выстроились в очередь к главному зимнему волшебнику, чтобы загадать желание. На месте сейчас работает и наш корреспондент Вера Баранова. Она с нами на связи. Вера, привет! Вижу, что холодно. Замерзли в ожидании встречи с главным героем праздника. Ну, наверное, греет ощущение того, что самая волшебная ночь в году приближается. Привет, Ксюша! Да, конечно, чувствуется еще как. И тюменцев не испугала даже погода, несмотря на мороз. Площадь 400-летия заполнена людьми. Сказочный терем главного новогоднего волшебника торжественно открылся сегодня в полдень концертом. И вот этот концерт продолжается и до сих пор. Конечно, главная его особенность – это так называемый автобус-маробус. Тюменский духовой оркестр, который приехал на площадь, и он также будет колесить еще и по районам области, радовать жителей. Ну и, конечно, к жителям сегодня вышли главные виновники торжества. Это Дед Мороз и Снегурочка. Из желающих загадать желание, то самое заветное, выстроилась целая очередь в семье. Специально приехали с детьми для того, чтобы увидеть Деда Мороза. Ну и стоит сказать, что в этом году, это уже третий год, когда строят резиденцию у нас в Тюмени. Это стало доброй традицией. Работать завтра и сегодня резиденция будет с 12 до 16 часов, а дальнейшее расписание можно посмотреть на сайте фабриковолшебства.рф. Ну и в целом работа резиденции продлится все новогодние каникулы и даже дольше, до 14 января. Коллеги? Вера уверена, что сейчас самое главное твое желание – поскорее уйти в тепло, так что не буду тебя задерживать. Идите скорее, грейтесь и спасибо большое за эмоции. Перед Новым годом каждый может примерить на себя роль волшебника, исполнив чью-то мечту. К общероссийской акции «Ёлка желаний» присоединился и глава города Руслан Кухарук. Не первый год в нашей стране проходит акция «Ёлка желаний». Это прекрасная возможность поработать волшебником. Сделать так, чтобы желание ребенка обязательно исполнилось. Он снял три шара. Пятилетняя Настя теперь точно найдет под елкой световую песочницу, а семилетний Максим и Маша – планшет и умную колонку. Участие в акции стало уже предновогодней традицией. Руководству Дворца национальных культур «Строитель» вручили сертификат на сумму 550 тысяч рублей. Средства пойдут на обновление технической базы. Такой подарок ДНК получил в честь своего 35-летия. За многолетний труд семеро сотрудников получили благодарности профильного департамента «Трое» – почетные грамоты областной думы. Напомню, что уже три десятилетия подряд Дворец является центром притяжения народных творческих коллективов. Сегодня их 34 и здесь проводят выставки, концерты и мастер-классы. И мы в этом направлении будем продолжать работать, будем усиливать это направление. И если сейчас нас слышат и видят специалисты этого профиля, я готова общаться, готова, ну, может быть, даже кому-то работу предложить. Последние несколько лет из-за нехватки помещений многие мероприятия переносят на улицу. Праздники организуют на городских площадках и в районах области. И коллективы давно мечтают о ремонте. Самое главное – нам не хватает большого концертного зала. Конечно, хотелось, чтобы у нас был красивый дом дружбы, дворец национальной культуры. Предновогодняя продовольственная ярмарка прошла сегодня в Тюмени на нескольких площадках. В разных районах жители смогли приобрести продукты к праздничному столу. Все напрямую от производителя. На прилавках мясо, рыба, дикоросы, мед – все свежее. И по приемлемым ценам особым спросом пользовалась птица. Индейка, бройлер, суповые курочки. На своем подворье выращено, Галышманово. Кроме продуктов, можно найти и главный символ предстоящего праздника на уличных базарах – ели и пихты, а также изделия ручной работы. Кстати, несмотря на мороз, покупателей было много. Я купила рыбу. Я люблю готовить из рыбы. Пирог сделаю. Купила ягоды. Мне понравилось. Ассортимент большой. Всякие ягоды есть. Брусника, клюква, вишня. И на сегодня у меня все. В студии работала Ксения Антропова. Желаю вам хорошего настроения на все предстоящие выходные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова